Друзья мои, добрый день! Здравствуйте! Сегодня 25 апреля, блогер из Перми, опальный сотрудник КГБ Бессонов Алексей Борисович. Ну, сегодня 25 градусов у нас в Перми, я в парке наслаждаюсь хорошей погодой, все дела закончил. Друзья мои, ну вот сегодня разговор идет все чаще о начале наступления, не контрнаступления, а наступления Украины, ВСУ на наши позиции. Я только не очень понимаю, что там происходит, потому что нам ни карты не рисуют. Кстати, в этом плане надо отдать должное американцам. Нью-Йорк Таймс и ведущие газеты американские информировали о ситуации в войне во Вьетнаме, все годы рисовали линии обороны, планы рисовали, какую-то информацию сбрасывали. В том числе секретно, это журналисты, это их работа. У раз ничего этого нет. То есть у нас сводка информбюро, из которой вообще ничего не нет. Но тем не менее, вот общие зарисовки видны, что мы просто выстроили полноценную линию обороны. Да, линию обороны по всем законам военной науки. Да, я думаю, что Путин не будет дальше продолжать наступление. Пока не будет. Что касается сил ВСУ, то для того, чтобы начать наступление, то для нужного минимум трехкратное преимущество. А они хотят на каких-то участках семикратное создать и так далее. Но если линия обороны выстроена вся по законам военной науки, то ее продалять будет очень сложно. Плюс все-таки Путин имеет ядерное оружие. И в любой момент, если ситуация выйдет из-под контроля, то я уверяю, что он применит ядерное оружие, совершенно не колеблется. Надо дать должное. Я за Владимира Путина, конечно, никогда не голосовал, я не голосую, но ему надо дать должное. Он из тех людей, кто способен принимать решения. Но у него и выхода другого нет. Он не может уйти от власти, потому что то, что делала его группировка, ну, де-факто, как юрист, я говорю, то есть оно не поддается никому право. Право, как институт, к сожалению, перестал здесь существовать с 99-го года еще, когда, помните, даже раньше, когда сфальсифицировали выборы 96-го года, когда взорвали дома в 99-м году. Ну, то есть понятно, что он не уйдет. Не уйдет от власти. Ну, это факт. Надо считаться с этим фактом. Я думаю, что надо понимать, что вот он всегда. И нужно выстраивать мировую политику в таком ракурсе, что Путин навсегда. И его группа. Ну, конечно, это не лучшая группа. Одни его золотов чувствуют, как анекдот. Ну, а где лучше? Чтобы Ворошилов был, министр обороны, предпочтитель Брусилова, который заканчивал академию и так далее, военную. Ну, такие смутные времена приходят, кто попал. А шпана всякая с улицы, и они становятся элитой. У коммунистов, да, в 70-е годы при Брежневе уже была элита военная, совершенно интеллигентнейшие люди. Там одних изданий сотни были. И в КГБ, и в Министерстве обороны там все печатались. Ну, да, там какие-то съезды печатали материалы, там что-то говорили, какую-то бредбуду. Ну, как положено. Ведь задача государственного деятеля нормального политика создать правила игры, которые понимали люди, как в них вести, чтобы они не ходили через душу свою, не переламывали, как себя вести. Вот там прописано, как вести. Ну, повторяй какую-то мантру, вступай в какой-то КПСС. В конце концов, коммунисты давно уже не строили там в КПСС никакой коммунизм. Там были понятные правила игры, что в КПСС призывали убивать, насиловать, что-то. Там нормальные вещи были. Этот моральный стукодекс, скорее всего, коммунистов, это коммунизм, о котором все смеются. Ну, все философы пишут такую. Это их работа о нравственности, о духовности. А что Вейбер писал, что он о протестантской этике, что по-другому что-то там написано, то то же самое. И что там все философы пишут, там есть всякие отделы идеологические, которые пишут всякую билиберду. Ну, нормальный процесс это все. Все в государство, это сложный механизм. Пришел этот придурок, полупьяный идиот Ельцин и переломал всем судьбы и душ, и жизни. Понимаете, люди должны выбирать, куда в какой КПС конить. Зачем мне это надо? Для меня вот я инструктор, у меня есть... Я вообще собирался уйти, у меня был такой план в партком КГБ уйти инструктором. Нормальная должность, совершенно великолепная, сиди там, бумажки перебирай, пиши там всякие. То есть совершенно нормальная должность в этой системе КГБ. По годам все разгромили. И КГБ разгромили, и эти все партийные органы. Ну, бог с ним, ладно. Но и опять нам нужно было все выбирать, что-то там, жизнь свою выстраивать. Только-только выстроили, опять заново все, все. Ну, невозможно людям жить в такой обстановке. Люди должны жить, трудиться, какие-то отношения выстраивать с государством. Государство не насилует никого. Зачем насиловать? Если государство отбирает свободы какие-то, да, политические, то надо какой-то определенный уровень жизни высокий, чтобы человек... Ну, вот на тебе, там, кусок хлеба, ну, молчи там, квартиру на, там, где-то приспосабливайся как-то. Ну, для коммунистов все это было. Конечно, был маразм какой-то, интеллигенция, конечно, особенно творческая. Оттуда отчасти страдала. А с другой стороны, ну, можно было написать два каких-нибудь рассказа чудовищных, вступить в Союз писателей. Там все равно... Ну, это, еще раз говорю, может, в застойные времена, так называемые, Брежневские, уже была нормальная советская и европейская бюрократия. Это, кстати, я и рассказывал, Рейган это все начал разрушать. Ему говорят, не надо это разрушать коммунистов. Ничего они там не строят. Это нормальная европейская бюрократия. Все правила игры определены. Все понятно, как себя вести. Все... Ничего там, никто там в КГБ, ничего там, никаким бандитизмом не занимался. Это там, где-то вверху, там, кого-то убивали, травили. Основная масса, это КГБ сотрудники, какое отношение имело к этим убийствам. Они инструкции свои выполняли, там, бумажки какие-то переписывали, фигню всякую занимались и так далее. Ну, а потом, в 90-е годы, помните, бандитизм ельцинский, и началось. И вот мне зачем было укрывать какие-то тяжкие составы, особо тяжкие. Убийство ребенка, покушение, эти разбой. Я что, сумасшедший, что ли? Мне зачем это надо? Я вообще всю жизнь прожил без этого. Ну, начальство дурное, которое вот решало таким образом. Они же самые крутые, там, ну, что, беззаконие полное, что хочу, то и делаю. Ну, ладно, боксим. Поэтому, как таковый план игры, сейчас план операции он еще не выстроен. Я думаю, что Путин эту линию обороны выстроил. Дальше он пока идти не собирается. Дальше он будет ждать переговоров. Все равно Запад пойдет на переговоры с ним. Демиграционную линию проведут. Вот, восток будет полностью отдан России. Мы это все восстановим за три года очень быстро. Причем запустятся все предприятия в России, которые будут, бетон, железобетонные конструкции, все надо работать. Он подымет за счет восстановления вот этих разрушенных регионов и так далее. Ну, он правильно рассчитал, все сделает. Провести какое-то серьезное наступление, мне кажется, у них не получится. Почему? Ну, во-первых, ну что такое, 300 танков они поставляют. Ну, что такое 300 танков на 1200 километров оборонной линии, если она выстроена? Я еще раз говорю, линия 10 эшелонов. Там только в последней линии солдаты, а до этого противотанковые орудия стоят, комплексы всякие противотанковые. Ну, это все танк, это грузы от железа. Ну, там ничего, без авиации, без... Поэтому мне кажется, что это просто потуги умирающего ВСУ. И я думаю, что эта линия так и установится. А дальше будут переговоры. Путин выйдет на переговоры, заставит снять санкции, потому что они, в принципе, никому не нужны. Людей здесь бизнес, и мы тоже как-то приспособились вот в эти годы и так далее. Но главное, чтобы какие-то правила игры не создали. Ну, наплевать, сидит и пожизненный этот Путин, хоть до посидения, но ты нам дай возможность жить. Создай правила игры, чтобы я не бегал и голову себе не морочил. Укрывать мне преступление или не укрывать? Зачем мне нужно какие-то убийства укрывать? По какому-то разбой, я что, сумасшедший что-то? Ну, дай нормальные правила игры. Посади всех, кто этой ерундой занимался. И все, мы спокойно будем жить и подсмеиваться за тобой. Никто-то рассказывает, как всегда. Вот так и при Брежневе жили. И, кстати, если бы Брежнев стал Устинов во главе государства, я рассказывал, то мы бы совершили мощный технологический прогресс. Да, может быть, политическая реформа была и не прошла бы, но мы уже имели, так сказать, буран запустили, уже имели, так сказать, пневмопоезда могли запустить. Уже бы поставили линию скоростных поездов, в два-три маха уже, говорят, были готовы. Где-то до Владивостока, до Москвы за два часа доезжали бы. В этих пневмопоездах все бы перевозки мировые на себя бы подтянули. И, собственно говоря, прошла бы норма. А потом, может быть, и политическую реформу создали. Тем более, что у коммунистов действительно была элита нормальная политическая. Она и должна была участвовать. Никто попал, ни шпана всякая. В тюрьме отсидел, и тут же он избрался депутатом и так далее. Ну, зачем нам это такие нужны? Но, тем не менее, вот мы пережили очередную революцию и так далее. Вот так вот мы и живем. От революции к революции. А страдают люди, судьбы, жизни. Почему люди-то приличные? Человек верил там. Ну, кто при Ельце не будет делать карьеру? Какой нормальный человек? Если бы он отдал, собственно, скажем, аппарату КПСС, никто против не был бы, да. По крайней мере, КПСС контролировал бы, да, в том виде своих партийцев. Нельзя было там, ну, как у китайцев, да, они, там, завод работает, он не может покупать себе машину за 20 миллионов, если полуголодный завод устроит его, так сказать. У нас, к сожалению, все по самому худшему, дикому варианту проходит, как вот прошло в 90-е годы. Ну, мы ждем хотя бы, что Путин выстроит, ну, хоть какую-то правовую систему, хоть какие-то правила игры. Люди начнут жить, получать какие-то кредиты, с них начнутся все эти долги списывать. Я уже рассказывал, вот самое интересное, вот об этом не говорят, но вам интересно будет узнать, мои слушатели, вы слушаете мой канал. Вот при Ельцине, когда мы с американцами жили в засос, там, фактически, американцы здесь ввели внешнее управление, нам пенсионные фонды американские предлагали долларовые кредиты под 1% годовых, да, а мы брали в валютном фонде под 8-6%. Своим давали под 8%, а они давали гражданам под 12%. То есть можно было сократить ставку рефинансирования, процентную ставку в 12 раз, да, граждане. Вот вы сейчас берете кредиты в банке, в Сбербанке, даже под 5-6%, то есть фактически за 30 лет вы строите 2 квартиры, 3 квартиры, 2 квартиры банку. Если вот удастся, вот мне, допустим, удастся доказать, что был сговор, и вы в те годы могли получать кредиты в 10, в 7 раз меньше процентную ставку, мы вам вернем эти квартиры, потому что, почему вы должны переплачивать? Все, сатана. Но, к сожалению, вот в такой стране мы живем. Кругом жулики, мошенники, негодяи. Люди должны жить, граждане, трудиться, копить деньги, поругивать власть, там, какие-то подлые подличи, спать на собраниях. Ну, к сожалению, у нас ничего этого нет. У нас вечно какие-то группировки в классе приходят, ультра-радикальные, и начинается тут. У Ельцина рейтинг был 2%. Я ушел, был доверен в 2006 году с Дюганова, потому что, ну, понятно, что Ельцина не избираем, не прикиг обстоятельств. Его ждет с камерподсудимый, потому что, ну, там, и, тем не менее, натянули ему, этому уроду до его процентов и так далее. Ну, в такой стране мы живем. Спасибо, Ваш Бессон Себаревич. Спасибо.